всем привет из такого прекрасного места посмотрите какое здесь цветение это я нахожусь возле концертного зала в ставангеле тема сегодняшнего видео бодипозитивизм в норвегии либо бодипозитив либо кропспозитивизм по-норвежски бодипозитив это понятие которое обрело очень такую яркую окраску в 2012 году и его лозунг что это то что надо себя любить независимо от того какое у тебя тело крупная эта женщина или очень худая это не должно вообще иметь никакого отношения к твоему психическому здоровью то есть твоя оболочка это не ты сама поскольку конечно же известно что например очень полные женщины конечно же они часто комплексуют по этому поводу но что хорошо в норвегии что здесь этого кстати почти нет сейчас я расскажу почему вообще в норвегии по статистике 20 процентов процентов населения имеют ожирение а примерно 30 процентов женщин имеют бм и это индекс массы тела выше 30 то есть я сейчас я вам расскажу индекс массы тела высчитывается по весу росту это надо счет еще в квадрат взять по этой формуле и если у вас вес находится в пределах от 18 с половиной до 25 то это считается нормальный вес если уже ниже это уже худоба и там есть тоже свои стадии если выше тоже идет сначала лишний вес а потом уже ожирение ну так вот уже выше 30 считается ожирение и в норвегии таких женщин 30 процентов но что мною замечено и кстати это замечено не только мной что в основном а лишним весом страдают женщины проживающие в поселках в мелких поселениях но не в городах города как-то с этим строже наверное может быть выше конкуренции не знаю может быть надо более быть презентабельной но по крайней мере я думаю что еще одна из причин почему в деревнях больше полных людей то потому что в основном все передвигаются на машинах здесь нет вот такой вот именно мобильности где нет людей которые без конца ездят на велосипедах с работы на учебу забирать детей прочего это здесь не так распространено конечно же есть личности но их минимум затем по поводу норвежских женщин понимаете в чем дело и это мне очень нравится поскольку я сама по себе человек склонны к полноте то есть на мне любая булочка будет видно и довольно так прилично то есть рост у меня невысокие склонности есть генетическая поэтому надо за собой следить если ты еще хочешь быть более менее презентабельном состоянии никогда очень полный я не было и кстати хотя в норвегии это не принято мой муж не всегда намекал что тебе пора в тренажерный зал были у него такие сподвиги то есть ему нравятся именно худосочные ноты есть такой тип мужчин который нас тут именно худышки я худышка никогда не было поэтому вообще не понимаю изначально как мы могли вообще с ним и состыковаться для меня это до сих пор загадка что там было причиной хотя у него самого у всех друзей жены полные с лишним весом а есть даже и с ожирением но к ним он претензий не имел претензии все были направлены в мою сторону поэтому я на своей шкуре испытала эту это неприятное ощущение да когда тебя вот именно стигматизируют не даже не стигматизируют а осуждают за твою как бы внешность было у меня такое затем кстати когда я похудела во время болезни на 10 килограммов прямо пшик да всю жизнь мечтала похудеть а тут тебе смотрите лишь такой анекдот да какой быстрый способ похудеть заболеть холерой но это тоже с этой серии так мне же бывший мой муж сказал а чё ты не радуешься ты же похудела до 10 килограмм говорю слушай дорогой вообще-то типа я была бы лучше наверно со своими там пятью лишними килограммами но здоровый чем больной и худой и немощный вообще логика от ас вообще раз был полный весь от ас спектр всевозможных странных казусов и дальше рассказываю в норвегии вообще в норвегии бодипозитивизма мне нравится поскольку здесь ты имеешь право быть какой угодно и никто на тебя не будет тыкать пальцем тебе комментировать что тебе там пора похудеть а что-то наверное беременная да на самом деле ты не беременная сразу начинаешь комплексовать по этому поводу здесь этого нет поскольку женщина как я уже говорила немного меньше чем мужчин поэтому они не чувствуют никакой конкуренции как это было у нас да что я должна быть всегда в ажуре потому что мне надо кого-то там себе заполучить я должна быть замужняя женщина если не замуж не защите я буду смотреть с претензией ну такое у нас было общество надеюсь сейчас уже поменялось на 13 лет назад по кроме было так и на ракета нет они не стремятся к этому и знаю даже любом случае будет она полная не полная на себе претендента на свою сердце и руку и на все лишние килограммы найдет вот поэтому в чем проблема тем более везде сейчас идет реклама этого бодипозитивизма как мы знаем на многих обложках вот именно эти полные модели до с лишним весом много очень магазинов таких вот с одеждой много всяких размерчиков вот и в принципе я считаю это отлично потому что есть такое утверждение что неплохо быть полу по полной плохо быть пустой это на самом деле так ну и конечно же в молодежной среде среди девочек немножко ситуация другая поскольку они очень подвержены конечно же влиянию социальных сетей и как известно наш мозг формируется только к 25 годам а до этого мы все еще дети как бы мы там не стремились доказать обратное и дети особенно в 15 лет они не осознают они не могут проанализировать что все что в этом инстаграме в интернете показано что это все красивая картинка полностью отфотошоплено этими фильтрами и прочим на самом деле реальность не такова и таких длинных ног априори не существует и таких тонких талий и крупных петер это все значит либо происки хирургов либо происки фотошопа либо других фильтров но дети это не понимают и начинают себя изнурять диетами всевозможными булемими анрексими это у них очень очень здесь много такие вот психические пищевые расстройства очень очень распространено и детки бедные потом страдают всю жизнь у нас даже на работе помню когда я работал медсестрой была такая женщина которая всю жизнь вот так вот мучилась со своими пищевыми расстройствами то есть на потом все равно не смогла работать то есть она потом и ушла по по этому диагнозу по сути вот ну и еще такой момент про бодипозитивизм в норвегии ну конечно здесь питание очень очень ухудшилась мы понимаем это во всем мире даже я когда сейчас приезжаю беларусь то там самом городе я обращаю внимание что конечно же и девочки стали полнее это определенно чем было в моей молодости но это видимо все происки фастфуда и джанка и всех этих усилителей вкуса почему дети потом знаете хотя только эту еду это наверное уже на уровне мозга работает и то же самое в норвегии считается что за последние 30 лет вес средний увеличился у женщин на 5 килограмм ну конечно же самый простой способ привести себя в форму в норвегии это резекция желудка эта операция очень поле очень распространена ими виду ее можно получить даже в государственной клинике бесплатно но конечно придется подождать то есть это будет не простой процесс где-то год ожидание такой операции конечно же там есть свои критерии то есть у вас индекс массы тела должен быть выше 40 то есть это уже считается очень сильное ожирение которое может грозить здоровью но если у вас в районе 35 и выше то если у вас есть какие-то сопутствующие серьезные заболевания то тоже могут вас поставить на очередь на такую операцию операция резекция желудка конечно же очень непростая там урезают желудок очень сильно вроде бы на от 75 до 95 процентов там есть разные уровни такой операции и в норвегии как я говорила эта операция очень распространена хотя конечно же она несет большие риски потом по бочке но людям главное быстрый эффект и ее также можно сделать и в частных клиниках очень многие клиники это предлагают но цена будет примерно знакомую серьезную операцию 14 тысяч евро минимум я сама когда была на практике в больнице когда училась на медсестру норвегии у меня одна из практик была в интенсивном хирургическом отделении у нас было очень много таких вот пациентов после этой операции это бедная женщина это страшные боли это кровище моря поэтому конечно же если есть возможность решить эти вопросы не хирургическим путем надо стремиться к этому но считается что это в любом случае не панацея то есть надо будет потом следить за своим питанием за своим образом жизни потому что потом все равно ты свой желудок я так понимаю может быть я ошибаюсь можно обратно растянуть и вес нагнать то есть природа об этом позаботиться в норвегии конечно же бодипозитивизм как весь такой вот активизм очень распространен одна из самых ярких представительниц это женщина по имени карина карлсен она является советником в департаменте дали по департаменте как называется в я буду скажу но там что-то было с равноправием связано то есть не хухры-мухры девушка-женщина также на актрису бурлеско то есть она нашла свою нишу ну и вот она очень часто пишет статьи на эту тему по поводу бодипозитивизма вот такая информация про норвегию я считаю это здорово что люди имеют право жить как они хотят это их личное дело сколько они весят как они выглядят как у них оболочка главное чтобы им было самим с этим комфортно чтобы это не им не приносило психические какие-то вот именно неприятные симптомы а в основном прекрасный маркиза норвегия прекрасная страна вот именно для женщин на этом я с вами прощаюсь всем пока пока кстати я еще хотела отметить что то что мне нравится норвегия что вот здесь именно культивируется здоровое тело не худое а не меч на вот именно здоровая то есть пускай она будет не очень прямо такая тонюшенькая звонкая стройная олененок но у нее будет крепкие ноги выраженные икры то есть видно что она занимается спортом вот здесь это считается очень очень важным а не именно худоба ну Продолжение следует...